9 октября 1973 года. Четвёртый день одной из самых кровопролитных войн на Ближнем Востоке. На границе между Сирией и Израилем не утихают ожесточённые бои за спорную территорию – Голландские высоты. Сирийская столица Дамаск всего в 70 километрах от линии фронта, но пока там всё спокойно. Работают школы, учреждения, в том числе и Советский культурный центр – символ многолетней дружбы между государствами. Там полным ходом идёт подготовка к началу курсов русского языка. Внезапно над сирийской столицей Дамаском появляются израильские фантомы. Всего их семь. На борту каждого пять тонн боеприпасов. Бомбы уничтожают целые кварталы. В тот день в Дамаске погибло более 200 человек, в основном мирные граждане. Почти миллионный город охватила паника в дымящиеся руины превращённый советский культурный центр. В Кремле понимали – нужно быстро принимать решения. Одного лишь дипломатического протеста недостаточно. И советских граждан, находящихся в Дамаске и сирийцев, нужно защитить от новых атак. Медлить нельзя. Но при этом между СССР и Сирией – тысячи километров. Для политиков эта задача казалась невыполнимой, но военные кратко ответили – есть. 9 октября 1973 года. Городок Яворов Львовской области. В расположении 257-го зенитно-ракетного полка будничный день проходит согласно распорядку. И вдруг боевая тревога. Такие сигналы раздавались здесь и раньше. Учения проходили достаточно часто, но в этот раз тревога оказалась боевой. Полку приказано срочно погрузиться на железнодорожные составы. Где-то к 11-12 часам приехало командование округа, и к 18 часам и уже последний эшелон приступил к загрузке и отправке в порт Николаев. О конечном маршруте и цели миссии не знают даже офицеры. Да и лишних вопросов они не задают. Каждый четко выполняет поставленную задачу. Буквально на марше полк получает пополнение. Из других частей ПВО собраны лучшие командиры расчетов, операторы и специалисты по обслуживанию сложной техники. Среди них и старший лейтенант Олег Хитров. Как раз 9 октября 1973 года молодой офицер вернулся с учений в Казахстане. Сел кушать, в дверь звонок. Я открываю дверь, стоит посыльный. И говорит, вас срочно в штаб вызывают. Я жене говорю, я сейчас приду. Такова уж военная служба. Офицер вернулся домой только для того, чтобы забрать чемодан. В штабе ему вручили лишь билет на поезд без объяснений. А в билете указано, что я должен приехать в город Николаев. Заняв свое место в вагоне, офицер узнал последние новости. Главная тема – война на Ближнем Востоке. Израильские войска начали наступление на Дамаск. Сирия была на грани полного поражения. На политзанятиях советским военным объясняли, что эта арабская страна строит социализм, пусть и по своей модели. Поэтому СССР ее поддерживает. И действительно, именно принципиальной позицией Кремля Сирия была обязана своим суверенитетом. Сирийцы боролись за свободу несколько столетий. Сначала против османов, а затем против новых колонизаторов – французов. В 1945 году независимость Сирии наконец была провозглашена, но ее жители понимали, что это лишь формальность. По окончанию Второй мировой войны в стране по-прежнему находились французские и британские войска. И вели они себя по-хозяйски. Англичан и французов поддерживал новый претендент на мировое господство – США. Вашингтон рассматривал Сирию как важный плацдарм на Ближнем Востоке. Геополитическое положение Сирии, оно очень важно. Побережье Средиземного моря, которое, скажем так, граничит тут именно с территории Сирийской Аврабской Республики, позволяет практически контролировать все Средиземное море. Раз контролируешь Средиземное море, значит контролируешь Европу, значит контролируешь Север Африки. В 1946 году Советский Союз поддержал независимость Сирии и потребовал вывести с ее территории все иностранные войска. Совету безопасности ООН с мнением победителя во Второй мировой войне пришло считаться, и решение о выводе войск было принято. Сирийцы отмечают День независимости 17 апреля. Именно в этот день их страну покинул последний французский солдат. Молодое государство нуждалось в помощи. Экономика, социальная сфера, госаппарат и прежде всего вооруженные силы. Все это требовало реформ. Западные страны в обмен на инвестиции выдвигали условия вступления Сирии в организацию Центрального договора, известную также как Багдадский пакт. Ее цель была очевидна – создать на Ближнем Востоке проамериканский блок государств, полностью зависимых от своего патрона. Однако Сирия выбрала тех друзей, которые никаких предварительных условий не ставили. Президент Сирийской республики в середине 50-х годов также, скажем так, не стал заключать Багдадский парк. Вот с этого момента, можно считать, и началось активное сотрудничество между Сирией и Советским Союзом. В ноябре 1956 года СССР и Сирия заключили соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве. Вскоре в Дамаск начали прибывать советские специалисты самого разного профиля. Инженеры принялись за строительство плотин и нефтеперерабатывающих комплексов. Медики вступили в бои с эпидемиями. Но особую роль играла военная помощь. Инструкторы из СССР обучали отсталую сирийскую армию пользоваться современными видами вооружения. К 1973 году прямая военная помощь Советского Союза усилилась. СССР никак не мог оставить Сирию без поддержки наедине с армией Израиля, которая получала огромную военную помощь от США. Так советский 257-й зенитно-ракетный полк оказался на марше. Сразу по прибытию в Николаев ракетчики получают приказ сдать униформу и военные билеты. Перезели у гражданку, вечером ведут, садят на корабль. Показывают тебе паспорт, вы едете как туристы, помогать там по сельскому хозяйству, знакомиться, все. Ах, кто знает, а куда едем, а куда едем. Впрочем, военнослужащие понимали, что это вовсе не экскурсионный тур. В трюмы судов загружались боевые ракеты. Загрузили мы 180 ракет. При этом одну ракету крановщик ударил о борт корабля. Она сорвалась с расчалок и упала в воду. Посадили нас у трюмы, снизу техника, сверху техника, а средний трюм оставили для людей. Ни матрасов, ничего. О комфорте личного состава заботиться было некогда. Погрузка проходила в максимально сжатые сроки. Выходить на палубы имели право лишь некоторые офицеры. Но конечный пункт назначения не знали и они. У капитана спрашивали, куда же мы, в какую страну плывем. Он говорит, нам объявят, где-то за несколько часов придет кадрограмма. Мы сами не знаем, пока известен маршрут. Наконец на горизонте показался сирийский порт Латакия. Только сейчас советские ракетчики поняли, куда они попали. На войну. Первое, что бросилось в глаза, это большое зарево на горизонте. Значит, где-то пожары. Подходя к порту, мы с палубы видели, как горят корабли. Стали кусок, да? А горит, как факел. Эта война была не первой на территории Сирии. Ее просоветская ориентация давно вызывала тревогу в западных государствах. В 1956 году страны НАТО даже планировали военную интервенцию с целью установить в Дамаске марионеточный прозападный режим. Но такой план справедливо признали нецелесообразным. Прямое нарушение норм международного права вряд ли осталось бы без ответа одного из законодателей мировой политики СССР. Куда более рациональным было использовать для той же цели главного союзника США на Ближнем Востоке – Израиль. Американская военная помощь Тель-Авиву увеличивалась год от года. Новые поставки оружия активно поддерживали и промышленники США. Крупнейшие компании, производители вооружения через Конгресс всегда лоббировали свои интересы с целью получения прибыли из военного бюджета США. А для этого было необходимо закупать образцы, предлагаемые им новой техники, дорогостоящей боеприпасов, вооружения, и использовать их в военных вооруженных конфликтов, заодно и проверяя их тактико-технические данные, боевые возможности. Израиль был идеальной страной, которую поддерживали США, поставляя им вооружение, новые образцы вооружения. И израильтяне, используя их, могли предоставлять данные о тех или иных существующих проблемах или успешном применении вооружения или военно-специальной техники. В июне 1967 года Израиль нанес сокрушительное поражение коалиции арабских государств – Сирии, Египта, Иордании, Ирака и Алжира. После шестидневной войны Сирия лишилась части своей территории, стратегически важных голландских высот. Ее армия была практически уничтожена. Особенно крупные потери понесли ВВС. Теперь израильские самолеты беспрепятственно летали на территории Сирии. Перехватывать их было некому. Восстановить свой оборонительный потенциал самостоятельно арабское государство не имело никаких шансов. Помочь ему мог только СССР. И поставки советского вооружения в Сирию были оперативно налажены. Вместе с ними пребывали и опытные инструкторы. Их задача – превратить полуграмотных крестьян-филлахов в квалифицированных танкистов, зенитчиков, летчиков. Времени было в обрез. На обучение пилотов отводилось не два года, как это было принято в СССР, а всего лишь шесть месяцев. Но советские инструкторы с задачей справились. Часы теории сократили, налет увеличили. Раскачки не было никакой. Летали каждый день. Комбинзоны за шесть часов полетов становились все мокрые. Всему обучали. Полеты на низких высотах. Даже по ущелью идешь, справа гора, слева гора. А мы посерединочке летчиков на полигоне обучали. Бросать бомбы, стрелять ракетами, ну, болванки. Вскоре израильские пилоты перестали чувствовать себя хозяевами в небе Сирии. Их все чаще перехватывали советские МИГи, управляемые арабскими летчиками. Знаю, что были заварушки. Там не один-два самолета, а там десятки. Завязывали воздушный бой и делали свое дело. Кроме защиты с воздуха, на земле сирийские города прикрыли современные средства ПВО. Под руководством советских инструкторов расчеты осваивали новое вооружение. Согласно договоренностям, советники из СССР могли выполнять лишь вспомогательную роль. У них свои специалисты, а мы просто вроде дублеры у них, то есть параллельные. Хотя они нас, когда неисправно, запускали в первую очередь. Во внутриполитическую ситуацию в Сирии советские военспецы старались не вникать. Постоянные интриги в высшем руководстве то и дело приводили к смене власти. Но главное, что курс на сотрудничество с СССР оставался неизменным. Ведь угроза со стороны Израиля сохранялась, а Советский Союз был единственным гарантом независимости Сирии. В 1971 году, после очередного дворцового переворота, президентом стал лидер партии БААС Хафес Аль-Ассад. Свою карьеру он начинал в истребительной авиации. В 1957 году 9 месяцев стажировался в СССР на военной базе под Фрунзе. За это время неплохо выучил русский. Знание языка впоследствии ему пригодилось. В Кремле президент Сирии стал частым гостем. Речь на переговорах шла преимущественно о новых поставках вооружения. Руководство СССР соглашалось, но взамен предложило создать в сирийском порте Тартус базу для Советского военно-морского флота. После Второй мировой войны господство США в Средиземном море было практически безраздельным, тогда как советский флот постоянных пунктов базирования на его побережье не имел. В то время 5-я оперативная эскадра военно-морского флота не могла обходиться без такой базы, которой бы она могла пополнять свои материальные средства и так далее. Поэтому с точки зрения важности для Советского Союза, конечно, его присутствие в Сирии было необходимо. Поначалу на предложение советского руководства Асад отвечал уклончиво, но в итоге согласился. Это решение существенно изменило баланс сил в регионе. Отдельная эскадра ВМФ СССР, которая стала дислоцироваться в Средиземном море, нарушила монополию 6-го флота США в этих водах. После того, как возросла ценность для Советского Союза Сирии как союзника, возможность дислокации флота в порте Тартус и поддержки ее в противостоянии с Израилем, то объем поставок несоизмеримо увеличился, и увеличилось, так скажем, качество поставляемого вооружения. В Сирию начали поставлять и новейший на тот момент зенитно-ракетный комплекс Куб. Советские инженеры даже разработали его особую модификацию – квадрат. Он отличался от базового тем, что у него были изменены системы опознавания свой-чужой, изменены некоторые характеристики радиолокационного оборудования. Кроме того, он был адаптирован к применению в условиях тропиков, то есть жаркого климата. Вот это было основное отличие от базовой модификации этого комплекса. В Кремле постоянно напоминали, что советское оружие предназначено исключительно для обороны от внешнего агрессора. Но Асад уже строил планы наступательной кампании. Ее главной целью было снова поднять флаг Сирии над голландскими высотами. Президент Египта Анвар Саддат также надеялся вернуть захваченный Израилем Синайский полуостров. На этой почве два арабских лидера быстро договорились. С Кремлем они свои планы не согласовывали. И Асад, и Саддат знали, что любые агрессивные действия получат осуждение. В Москве всегда подчеркивали, решение территориальных вопросов возможно лишь дипломатическим, а не военным путем. Даже советники, непосредственно, скажем так, советники тех или иных командиров, частей подразделения, которые в последующем принимали участие в боевых действиях, они не были оповещены о планах начать войну 6 октября 1973 года. О том, что на Ближнем Востоке назревает очередная буря, Кремль сообщила советская разведка. Министр иностранных дел СССР Андрей Громыко не мог скрыть разочарование. Вот не послушались нас, лезут! Несмотря на помощь советских инструкторов, боеспособность сирийской армии по-прежнему оставалась низкой. Слабая дисциплина, плохая выучка, неуместные в современной армии средневековые обычаи – все говорила о том, что новую войну на Ближнем Востоке арабы снова проиграют. Подвергать риску жизни своих граждан Советский Союз не желал. В начале октября 1973 года советские специалисты в Дамаске и члены семей военных советников получили распоряжение об эвакуации. Собирается срочно личный состав, выходит руководитель, вот, и говорит «Задача! Завтра в 7.00 сбор!» Срочно были самолеты специальные, и семьи гражданские были вывезены опять в Советский Союз, и мы остались одни. На 6 октября 1973 года выпал один из главных праздников иудаизма – Йом-Кипур, или Судный день. Именно в это время Египет и Сирия атаковали позиции Израиля. Фактор внезапности сыграл свою роль. Авангарды арабских армий глубоко вклинились в оборону противника. На голландских высотах завязались ожесточенные танковые бои. Но слова Громыко оказались пророческими. Несмотря на ощутимый перевес сил, уже на второй день войны сирийское наступление было остановлено. К концу четвертого дня армия Израиля инициативу окончательно перехватила, как на земле, так и в воздухе. Бомбить стали даже Дамаск. А успехи сил ПВО были довольно скромными. Противостоять израильским асам сирийские расчеты не могли. После нескольких атак солдаты воевать практически прекратили. Как только самолет вылетает с аэродрома, с израильского, они сразу видят его и ведут, и сразу подают сигнал. Все прачутся. Для прикрытия сирийских городов от израильских авианалетов в охваченную огнем Латакию прибыли суда с советскими ракетчиками. Разгрузка проходит под огнем. Сирийские порты активно атакуют израильские катера. Их мишенями в основном становятся грузовые суда, ходившие под флагами самых разных стран. Атакуя гражданские объекты, Израиль перешел черту допустимого даже во время войны. Кремль отреагировал незамедлительно. Уже на следующий день ТАСС выступает с заявлением. Если правящие круги Израиля полагают, что их действия в отношении мирных городов и гражданских объектов Сирии и Египта останутся безнаказанными, то они глубоко заблуждаются. Агрессор должен понести суровую ответственность за свои действия. Политические заявления эффекта не возымели. Советские военные аналитики каждодневно докладывали в Москву о новых атаках и боевых действиях израильтян. Каждый день отслеживался с точки зрения оперативного военного наблюдения, как выполнялись, как планировались там какие-то операции, боевые действия. На все это делалось ежедневно оперативные сводки. Ситуация ухудшается с каждым часом. Авангарды израильской армии уже в 40 километрах от Дамаска. С этих позиций дальнобойная артиллерия противника могла обстреливать его пригороды. Новые бомбардировки города также не заставили себя ждать. При уезде сразу в Дамаск, справа, по дороге, нефтехранилище. И одно из них горит. Картина ужаснейшая. Дым черный селится сплошным. С каждым днем израильское наступление усиливается. Атакам авиации подвергаются даже сверхсекретные, стратегически важные объекты. Откуда израильские пилоты получали их точные координаты, советские военные специалисты могли лишь догадываться. Для многих советников в этот период существовала реальная угроза жизни. Выполняя свою задачу, я был на окраине Дамаска. Там передающий центр стоял. Там стояла аппаратура радиосвязи, прямой канал с Москвой, с Рубином. И была поставлена специальная аппаратура, так назовем, засекречивание. И пролетает на предельно малой высоте, буквально у тюжек края антенн, два пара фантомов F-4. Один пролетел и пошел вертикально вверх. Так называемый противопвошный маневр делал. Второй летит медленнее и как-то сюда. Но за это время, как старый охотник, пришлось достать ПМ с упреждением на три корпуса. Стрелял. Что попало, не знаю. Ситуация была близка к кризису. Активность израильских ВВС буквально подавила боевой дух сирийцев. Удары с воздуха приводили все к большим жертвам как среди военных, так и гражданского населения. В 257-му зенитно-ракетному полку была поставлена конкретная задача. Мы прибыли для прикрытия советского посольства и нашего культурного центра в Дамаск. Другие пусковые комплексы рассредоточены по периметру города. Особое внимание уделяется охране Дамасского аэропорта. В сложившихся условиях он имеет исключительную стратегическую важность. Кремле понимают, положение Асада действительно критическое. Армия Сирии требует срочных военных поставок. Буквально за один день спланирована сложнейшая транспортная операция по снабжению сирийской армии самым необходимым – боеприпасами, комплектующими, средствами радиоэлектронной борьбы. Но воздушный мост оказывается под угрозой. Первые самолеты, прибывшие в Дамаск, приземлиться не смогли. Незадолго до запланированной посадки взлетная полоса аэропорта была повреждена бомбами. Голландские высоты рядом с Дамаском. Они что сделали? Израиль на низкой высоте вышел через Голландские высоты к Дамаску, а возле Дамаска был аэродром. И по аэродрому прошлись в полетной полосе, разбомбили. Потом прошли по стоянкам. Как вот стояли в ряд самолетей, так они все и остались стоять. Восстановить повреждения несложно, но все понимают, это ненадолго. Для того, чтобы перекрыть жизненно важную для Сирии артерию, Израиль сил не пожалеет. Начальнику контрольно-испытательной станции Олегу Хитрову было поручено проверить боеспособность каждой из 180 прибывших ракет. Формулярно каждую ракету, 16 подписей я ставлю за каждую проверку. 37 минут идет проверка одной ракеты. Ну, я все задачи выполнил в соответствии с приказами. Не спал, не ел. Две станции стоят рядом. Одну ракету подкатывают к этой станции, я проверяю в этой. Пока эту отстыковывают, перестыковывают, я в этой проверяю станции. Работа идет под звуки радио. И вдруг офицеры слышат на его волнах русскую речь. Израильское командование приветствовало советских солдат. Мы прибыли только... Сегодня мы прибыли в Дамаск на боевое дежурство, еще полностью не встали. И тут же нам передают концерт, а у нас были приемники почти у всех. Они передают концерт по заявкам военнослужащих, прибывших в Сирию. Поздравляют и называют фамилии, и передают песни. Стало понятно, что, несмотря на все меры по обеспечению секретности, израильская агентура, инфильтрованная в самые высокие круги сирийского командования, получила подробные сведения о новоприбывшем полку ПВО. Но доказательств его присутствия не имело. Захват в плен советских военных мог бы стать серьезным козырем в руках руководства Израиля. Это было бы неопровержимым фактом советского участия в войне. Премьер-министр Израиля Голда Мейер публично заявила, вскоре русские пленные будут продемонстрированы всему мировому сообществу. Она сказала, все равно, зловлю русского, возьму в плен, и по всей Европе покажу, что тут воюют русские. Ну, а русским был приказ, обвешанный гранатами, ну, патронами, все это, плен ни в коем случае живым не сдаться. Был такой приказ. Поскольку израильские спецслужбы имели огромный опыт операции в глубоком тылу противника, опасность попасть в их руки была велика. Советские ракетчики получают приказ повысить бдительность. Ну, это каждый солдат, невзависимо от возраста, офицер, имел при себе оружие боевое. У меня автомат, три магазина боеприпасов, две гранаты и пистолет Макарова. Я сплю с ними, я ем с ними, я в туалет иду, беру их с собой. Я так как жить хотел, так я и автомат снимал с предохранителя. А что, когда ты успеешь там это, ты забудешь их начнуть стрелять, все это. Снял с предохранителя уже, все, патрон, патронники, только нажимай. Концерт по радио стал чем-то вроде психологической атаки. Это был вызов советским офицерам. Причины такой бравады вскоре становятся понятны. Израильские пилоты убеждены в своей неуязвимости. Каждый фантом или скайхок снабжается новейшими средствами радиоэлектронного противодействия. Американские разработчики уверяли, что они способны полностью ослепить все советские зенитно-ракетные комплексы. Однако новый ЗРК «Квадрат» стал для них неприятным сюрпризом. Израильтяне не обладали информацией о тактико-технических данных этого нового изделия. И считали даже, что, например, ракеты у него жидкотопливные. В связи с чем они считали, что их дальность практически в два раза больше, чем та, которая на самом деле. Да и вообще мало знали о радиоэлектронном оборудовании этого комплекса, поэтому были не готовы применять эффективные помехи для того, чтобы противодействовать этому комплексу. После того, как в одном бою были сбиты шесть израильских самолетов, пилоты стали называть ЗРК «Квадрат» не иначе, как «три пальца смерти» по числу ракет. К тому же советские инструкторы не могли нарадоваться своим подопечным. В боевых условиях мастерство сирийских расчетов росло не по дням, а по часам, а вместе с ним и потери Израиля. Жители Дамаска и его окрестностей наблюдали за тем, как десятки фантомов, скайхоков и миражей один за другим падали вниз после попадания зенитных ракет. 12 октября 1973 года стал черным днем для израильской авиации. С боевых вылетов не вернулись 26 самолетов. Почти все они сбиты советскими ракетами нового типа. Информация об израильских потерях среди аналитиков Пентагона вызывает шок. Подробными сведениями о «Квадрате» американцы не располагали. Война была удобным случаем заполучить его образец. Эта задача была поставлена перед спецслужбами Израиля. Пришлось искать и новые методы ведения боя. На подлете к Дамаску израильские пилоты резко снижают высоту. Их тени хорошо видны на пологих крышах домов. Когда самолет пролетает низко, тебе может этим пламенем сдуть с крыши. «Квадрат» не предназначен для поражения низколетящих целей. Попав в безопасную зону, израильские асы уже готовятся к атаке зенитно-ракетных комплексов. Но советские подразделения ПВО обладают и другими огневыми средствами. С переносным зенитно-ракетным комплексом «Стрела-2» израильтяне уже сталкивались в ходе войны на истощение с Египтом. Теперь советские конструкторы получили возможность испытать в деле модернизированный вариант ПЗРК. Как выяснилось, в городских условиях он оказался исключительно эффективным. Мы с трехэтажных домов стояли на крышах, потому что больше снизу что никак это самое. Ну, между этих деревьев, где там, или домов, ты же не будешь стрелять, правильно? Модернизированные советские ПЗРК израильскую тактику полетов на низкой высоте свели на нет. Попав под обстрел, пилоты вынуждены снова набирать высоту. Поднимали мы их повыше, и потом квадраты добивали их уже. Самая вот эта наша заключалась в работе. Новая комплексная тактика применения средств ПВО, разработанная советскими специалистами, не дала противнику ни единого шанса уйти от огня. Вскоре паника охватывает уже израильских пилотов. Попав в зону действия радиолокаторов «Квадрата», они сразу покидают район действий советских ПВО или вовсе катапультируются, оставляя еще исправный самолет. Самолеты не подлетали больше ни к аэродрому, ни к Дамаску. Они знали, что они не улетят. Если подлетел, то уже не улетит. Благодаря надежной ПВО, воздушный мост между Советским Союзом и Сирией теперь действует бесперебойно. Транспортные самолеты приземляются один за другим. Без поддержки с воздуха продолжать наступление израильская армия не могла. Захватить Дамаск молниеносным ударом не удалось. Как и выполнить еще одну задачу, особо важную для американских союзников. Когда фронт стабилизировался, в Израиль прибыл госсекретарь США Генри Киссинджер. На совещании с руководством страны он, не скрывая волнения, спросил, удалось ли захватить образец нового советского ракетного комплекса. Ответ его разочаровал. Для того, чтобы получить образец квадрата, израильские спецслужбы даже создали отдельные группы, включив в них лучших командос. Им удалось провести несколько успешных операций, но вместо пусковых установок захвачены были лишь их деревянные макеты. Такие копии настоящих ЗРК специально устанавливали на ложных позициях. Военнослужащие добросовестно имитировали боевую работу, а у противника создавалась полная иллюзия присутствия реального зенитно-ракетного комплекса. Отчаявшись достичь быстрой победы, Израиль стал накапливать силы для нового наступления на Дамаск. Война приобрела позиционный характер. Политики вели переговоры, а советские ракетчики несли боевое дежурство, готовясь в любой момент отразить новый налет. Мы были готовы, сидели пальцы на гашетках, надавить только. Но благо не случилось. Советское руководство настаивает на мирном разрешении конфликта. 22 октября 1973 года на заседании Совета безопасности ООН принимают резолюцию номер 338. Совет безопасности призывает все стороны, участвующие в нынешних боевых действиях, прекратить всякий огонь, а также прекратить все военные действия немедленно, не позже, чем в течение 12 часов с момента принятия настоящего решения с оставлением войск на занимаемых ими сейчас позициях. Это был не мир, а только перемирие, но и оно не вступило в силу. Египет и Израиль приняли резолюцию, хотя локальные боевые действия продолжались. А вот президент Сирии ее отклонил. Исход войны его не устраивал. Вместо того, чтобы вернуть свои земли, Сирия за несколько дней боевых действий потеряла новые территории, почти 600 квадратных километров. Асад все еще надеялся взять реванш. На свои силы он больше не рассчитывал и настойчиво просил Советский Союз оказать теперь уже прямую военную помощь. Но впервые получил отказ. Заместитель заведующего международного отдела ЦК КПСС Анатолий Черняев приводит в своем дневнике разговор Брежнева с Громыка по вопросу урегулирования Ближневосточного кризиса. Реакция Генсека на просьбу Асада была однозначной. «Мы им предлагаем сколько лет разумный путь. Нет, они хотели повоевать. Пожалуйста, мы дали им технику, новейшую, какой во Вьетнаме не было. Они имели двойное превосходство в танках и авиации, тройное в артиллерии, а в противовоздушных и противотанковых средствах абсолютное превосходство. И что? Их опять раздолбали. И опять они драпали. И опять завопили, чтобы мы их спасали. Требовали послать советский десант. Причем немедленно. Нет, мы за них воевать не будем. Народ нас не поймет». Через два дня Совбез ООН принял новую резолюцию. Под давлением США и СССР Израиль отказался от дальнейших агрессивных действий против Сирии и Египта. Очередной арабо-израильский конфликт завершился фактически в ничью, и боевые действия наконец закончились. Однако бойцы 257-го полка оставались на боевом дежурстве и сохраняли готовность в любой момент отразить израильскую атаку. «Это очень изнурительная, тяжелая работа для всех, и для офицерского состава, и для солдат, для операторов, сидящих у пультов. Боевое дежурство – это надо поддержать в исправном состоянии все пусковые установки, ракеты, всю технику управления». Возможность снизить военную напряженность в регионе появится только весной. 1 марта 1974 года советские войска ПВО будут переведены на особый режим боевой службы. Территорию вокруг советского посольства возьмут под бдительную охрану. «Охраняли, ходили по кругу, там усиленные нарады были, все это, стоять не разрешали. Ходить, ходить, ходить и ходить». В Дамаск прибыл с визитом высокий гость – министр иностранных дел СССР Андрей Громыко. На переговорах он убеждал Асада подписать соглашение о прекращении огня. Сирийский лидер упорствовал, не желая признавать поражение, но уже и сам понимал, что другого выбора у него нет. 5 июня 1974 года напряжение наконец спало. Израильские войска отступили на прежние позиции. Личный состав 257-го полка отправлен на родину без потерь. Его сирийская командировка продлилась более года. Свою материальную часть зенитно-ракетной комплексы полк оставил в Сирии. «Меня там оставили для того, чтобы передать технику оставшуюся уже сирийской армии. Ну, зная достаточно хорошо арабский язык, я там функции эти выполнял. И в 1975 году я возвратился в апреле месяце в Советский Союз». Местные жители провожали советских военнослужащих, которых они называли «Русси, а Сири» тепло, даже порой со слезами. Особенно жители Дамаска. «Начали поднимать шум там, все это, гам. Куда вы въезжаете, зачем, а кто воевать будет, на кого вы нас кидаете?» Если бы не помощь Советского Союза, Сирия могла бы снова утратить свою реальную независимость и превратиться в марионеточное государство, управляемое извне. Причем обошлось бы это ценой многих тысяч невинных жертв. Свои послевоенные планы сирийское правительство строило с опорой на СССР. И в Москве по-прежнему настаивали на том, чтобы его намерения оставались мирными. Вскоре после окончания боевых действий в Дамаске началось строительство нового здания Советского культурного центра. Масштабнее и красивее предыдущего. Никто уже не опасался, что этот символ дружбы между двумя государствами будет уничтожен израильскими бомбами.